Друзья, всем привет! Очень сильно извиняемся за то, что не подвели вовремя итоги творческого конкурса, который прошел у нас в ноябре. По программе нашего клуба мы несколько раз в год делаем творческие конкурсы на самую лучшую поделку или рисунок среди младших спортсменов групп и превращиваем их к государственным праздником России. В ноябре мы сделали конкурс на тему поддержки армии России, которая сейчас находится в зоне специальной военной операции. Прежде чем мы сейчас озвучим победителей, я хотел бы вам показать, как наши воспитанники, младшая группа в частности, сделали работу. Так, это у нас Григорьев Арсений, это Антросова Дарья, это оплята Павел сделана, это Столяревский Ростислав, это Щуров Владимир. Это сделал Букулов Егор, Никитенков Владимир, Антросов Глеб. Это сделал у нас Лагиновских Егор, это Астахов Егор. Вот такую поделку сделал еще один наш воспитанник. Макоев Тимур самолет изобразил. Арманюк Влад. Еще одна работа Борута Демид. Вот это Арманюки сделали. Вот такая картинка, вот такая поделка. На все работы смотрит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И вот еще несколько поделок. Вот одна. И вот тут такая. С поддержкой как раз Буков КЗ. Все участники без исключения будут награждены памятными подарками от клуба. Это, как правило, кружка с изображением спортсмена, либо тарелка. А первые места в каждой возрастной группе дополнительно получат еще грамоту и специальный спортивный приз. Итак, в возрастной группе 5-6 лет первое место мы отдаем Шурову Владимиру. Вот его работа. Сразу видно, делал сам. В возрастной группе 7-9 лет первое место получает Антросов Глеб. Вот сразу видно, изобразил, как российская промышленность трудится для российской армии. В возрастной группе 10-13 лет первое место получает Феногенов Ярослав. Вот его поделка. Танк, боец российский. И изображается мирная жизнь. Что он, вот, боец защищает. Молодец. В возрастной группе 14 лет и старше первое место мы отдаем Расчупкину Богдан. Вот так он изобразил. Боец спецназа. За нами правда. Вежливые и злые. В общем, да, ну, сам он ходит в художественную школу, поэтому рисует красиво. Повторюсь, все участники без призов не останутся. По большей части все работы мы передадим бойцам на фронт, чтобы они это увидели. Поделки, естественно, оставим в клубе. Приходите в Ярополк. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова